Что, есть что рассказать интересного? Что? Есть что рассказать интересного? И это все будет обрезан, потом когда поздороваемся, покуем. Это не знаю. Воюю с 15-го. С 15-го года? Да. И что? На воевал. Кучу ранений, инвалидность. Инвалидность еще не успел получить. 10-го октября должен был подать. Касаешься. Можешь расстегнуть? Да, наверное, расстегни, потому что ты касаешься. 10-го октября должен был подать документы на ВВК и попал в плен в этот же день. То есть я вышел с больничного в этот день и в этот же день попал в плен. Меня взяли просто в группу эвакуации. Полез эвакуировать людей. Был без оружия. Я даже не знаю, двоих я увидел в плену, а третьего, не знаю, выжил, не выжил. Там три раненых было. То есть ты контрактник, 7 лет? Да. Да. Добрый день. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Что такое нормально? Ну. Как сказать? Как сказать? Так я же спрашиваю, как дела? Нормально? Нормально? Хорошо. Нахожусь в плену. Ну это лучше, чем умереть. Что? Это лучше, чем умереть, да? Да. Я знаю, что у нас будет интересная беседа, потому что она очень нестандартная, очень, наверное, интересная, я не знаю. У нас, по сути, не интервью, а беседа. Поговорить, поспорить, без рукоприкладства, потому что вы спецназовец, а я не умею вот это. Не, ну рукоприкладства здесь у меня в плену уже не было. Как бы. До плена было? Не совсем до плена. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Фрёвов Александр Александрович. Я гражданин Германии и гражданин непризнанной вами республики ДНР. Прикольно. Гражданин Германии. Так точно. Так, давайте вот эти выключайте там, так точно. Вы родились там? Я родился в городе Днепропетровск. В Днепропетровске родились. Важный вопрос. Вы даёте согласие на запись и публикацию данного разговора? Да. Почему вы согласитесь? А почему бы и нет? Не, ну есть люди, которые сразу говорят, имеется ввиду пленные, что я пришёл позвонить. Всё, больше мне ничего не интереснее. Будем звонить в Германию, я не знаю. Но если вы выложите это видео в интернет, то есть возможность, что моя мать увидит это видео, увидит, что я жив и здоров. Они не знают, что вы плен? Я не знаю. Когда вы попали в плен, вы вас снимали? Когда я попал в плен, я успел сказать по разу, меня берут в плен. И я не знаю, дошло это до моих родителей как-то дальше или нет. Они где сейчас? Сейчас. Родители? Да. Они живут в Германии? В Германии. В каком городе? Город Франкфурт на Майне. Был там. И всё-таки даёте согласие? Да. Это формальность, потому что платформа YouTube требует согласия всех участников беседы, кто есть в кадре. Если мы будем звонить, я буду точно так же спрашивать у человека, который возьмет трубку, согласие на разговор. Ну что, в Днепропетровске вы родились? Дата рождения ваша? 29-й, 06-й, 82-й. 82-й. Вам 40 лет. Так точно. Да давайте без так точно. Привычка. Не, ну, 7 лет. Что было дальше? Родились вы в Днепре? Родился в Днепропетровске, учился в школе, жил в пригороде Днепропетровска, город Подгородное. В 97-м году закончил школу в июне, и в 97-м году в сентябре уехали в Германию жить. Это ваша родная фамилия от рождения? Фрюов нет. Я родился под фамилией Бабенко, и когда переехали в Германию, взяли девичью фамилию мамы, так как мама немка. Мама немка. Причина переезда? Чисто интересно. Я эпилептик, и нам сказали, что эпилепсия лечится в Германии. Когда мы переехали туда, выяснилось, что нужно делать операцию, это все очень-очень долго и нудно, поэтому там только подобрали нормальные таблетки и остались на этом. А до переезда вы не могли выяснить? Я болел, заболел эпилепсией с 95-го года после черепомозговой травмы. А в чем выражается болезнь? Приступы эпилепсии, да? А вам сейчас таблетки дают? Да. Благодаря вашим медикам мне дают таблетки, те, которые были прописаны мне в Германии. То есть вы сейчас немецкими таблетками, германскими, как правильно сказать? Ну, если быть точными, швейцарскими. Швейцарскими. Вам в плену дают швейцарские таблетки? Так точно, да. Если бы таблетки не давали, то были бы приступы. Приступы как выражаются? Потеря сознания и конвульсии. Жили вы, жили в Германии, во Франкфурте. Что произошло дальше? Кем вы там работали? То 13-го года я работал охранником. Вы получили высшее образование? До 11-го, нет. У меня как было 9 классов, так и осталось. Я начал работать охранником до 11-го года. С 11-го года я открыл частное предприятие, охранное агентство. Работал на себя и в 13-м году обанкротился. Вы свободно владеете немецким языком? Рассковорная речь. Ну, писать, читать тоже. Да. Понятно. Обанкротились вы в 13-м году. Что было дальше? Дальше. Пошел просто работать. Куда? Опять же, охрана. Охрана. Это какие-то магазины, фирмы? Стройки, магазины по-разному. Ну, понятно. Обычная охрана. Что-то есть интересного рассказать за время жизни в Германии? В принципе, нет. Та же самая жизнь, только за пределами родины. Где ваша родина? Украина. Украина. Как вы попали? Что было дальше? Поработали вы, поработали? Получается, жил в Германии все это время. Наблюдал политику Украины со стороны. То есть, не живя внутри, не, как сказать, как сформулировать, не было такого, что жил эмоциями, там, как-то политика влияла на меня внутри страны. То есть, я наблюдал это все со стороны. Что вы видели? Как менялась власть на Украине, как приходили, к примеру, пророссийские политики, про европейские политики. Давайте в примерах. В примерах, ну, к примеру, я жил в Европе и видел, как взяли, к примеру, некоторые страны в Евросоюз. Это Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, страны Прибалтики. И они все поехали к нам работать. К примеру, те же прибалтийцы. То есть, ну, из-за этого у нас стало меньше работы. Прибалтийцы приехали, они начали рассказывать о том, что у них позакрывались фабрики, те, которые были при Советском Союзе построены, теперь не то работы. Им приходится выезжать, работать, к примеру, в Германию. Это литовцы приезжают, в Британию едут латвийцы, например. Ну, поляки приезжают и жалуются, что украинцы приезжают к ним работать на Украину. У них в Польше нет украинцев работы, поэтому они приезжают работать в Германию. То бишь, так как, ну, к примеру, литовцы говорят так. К примеру, у них закрылись некоторые фабрики из-за того, что они могли сделать конкуренцию другим странам, к примеру, как Греция, Италия. Поэтому их фабрики закрывались, а их странам выплачивались какие-то льготы. Но эти льготы до людей не доходили, это оставалось все при политике. Ну, и к чему вы это все говорите? К тому, что я был против того, чтобы моя страна, Украина, попала в Евросоюз. Другими словами, другими словами, мы как бы, наша страна как бы боролась за независимость от Советского Союза. Наконец-то мы получили независимость и должны через 20 лет попасть в другой союз, где мы будем зависимы от другого союза. То бишь, я был за независимость. Ну, знаете, типа, мне сейчас легко сказать, очень легко быть за что-то, не находясь там. У меня были планы вернуться на Украину. Мои родители купили недвижимость. А как пословица, везде хорошо, там, где нас нет? Мы есть везде. То, что мы, смотрите, то, что вы перечислили, что кто-то едет, там, латыши едут в Англию, поляки едут в Германию, украинцы едут куда-то там. Это называется естественная миграция или трудовая миграция. Правильно? Да. В этом что-то плохое? Для местного населения, да. Они жалуются. Могу я сказать, что вы были против того, чтобы Украина шла в Евросоюз, потому что и так в Евросоюзе понаехали? Не совсем. Я придерживался того мнения, что после того, как мы попадем в Евросоюз, у нас закроются некоторые заводы и фабрики, и люди станут безработными. Например, какие? Даже не знаю. Ну, например, какие? Я могу вам рассказать про Латвию, про Литву, про Эстонию, про Болгарию, про Молдуву, про много всего рассказать и почему происходит вот эта трудовая нет работы. Я думаю, вы сами это все прекрасно знаете, просто как бы так получается, что я тоже чуть-чуть в теме. Ну, преподнести информацию, ну, просто мы сейчас придем, как говорится, там, Вова говорит все время золким. Идем на тонкий лед, потому что идти воевать, чтобы страна не пошла в Евросоюз, ну, мы к этому придем еще. Но, чтобы закрыть эту тему с миграцией, вы согласны? Давайте хорошо по-другому. Где жить лучше, в Германии или в Украине? Смотря какое у человека образование. Нет, давайте без уточнений. Вот простой вопрос. Германия или Украина? Где лучше, безопаснее, качественнее, комфортнее? Германия. Три причины, почему. Или я их уже назвал. Три причины, почему в Германии лучше. Социально обеспечено. Раз. Ну, если я назову такие вещи, как, там, после вызова скорой помощи приезжает вовремя, за 3 минуты скорой помощи полиция и т.д. и т.п. Пунктуальность в... Ну, это можно отнести все в социальную, там, вот эту вот историю. Пунктуальность автобуса или электрички? Да, да, два. Наверное, вам понравится такой еще ответ, как Шенгенская зона, что можешь свободно передвигаться по всем странам. Три, ну, Украина уже давно это может спокойно делать, вы это знаете. Прекрасно. Про Шенген. Я в Германии был много раз. Не, ну, то есть, для меня эта страна не просто, там, с телевизора или сутуба. И, там, тоже не просто проездом, там, на автобусе уехал в Сочи, в Германию. Ну, я там был достаточно много. Ну, опять же, чтобы там хорошо жить, нужно хорошо работать. Правильно. То есть, некоторые люди, там, говорят, вот, тут нет работы, понаехали, туда и т.п. Работа есть, просто если ты хочешь работать, то ее найдешь. Но придется работать на двух работах, можно быть, даже на трех. Или, если было бы соответствующее образование, то, да, у вас образования не было. Согласен. У вас были проблемы с образованием, но проблемы с хорошо оплачиваемой работой. Правильно? Согласен. Как бы тут же, ну, ничего нового, открытие придумать нельзя. У меня есть люди, знакомые, которые, друзья, которые переехали, живут в Германии, работают, зарабатывают достаточно денег. Там уже все квартиры, побрали машины. Это не за период войны, еще до войны. Студенты туда поехали, остались с работой, пополучали рабочие визы себе. Я вынужден спросить, чем Украина лучше в Германии? Больше свободы. В чем в Украине больше свободы по отношению к Германии? Не знаю, не могу сформулировать. Смотрите, вы сказали, мы же беседуем добровольно, добровольно. Мне вытягивать нет смысла. Я задал вопрос, вы на него дали ответ. Больше свободы в Украине в чем? Ну, в чем она проявляется, эта свобода? Не знаю, не смогу сформулировать. Давайте закроем лучше этот вопрос. Закроем тему, хорошо. Ну, свободно могу предположить. То, что можно выходить, митинговать, делать, что хочешь, кричать, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Ну, даже так. Ну, хорошо. Теперь давайте сделаем такую же самую историю с Рашкой, за которую вы воевали. Германия и Рашка. Сравните. Не знаю, там не было ни разу. Германия и гражданином какой из себя вы вот этой недореспублики считаете? Донецкая Народная Республика. Давайте сразу Германию и Дыры. Хоть один пункт назовите, что в Дыры лучше, чем в Германии. Полпункта. Сколько заводов было закрыто в ДНР, которые вы поехали защищать? Мы дойдем к этому. Там не заводы закрывались, там шахты закрывались. Шахты и все сопутствующие предприятия. Мы же понимаем, что шахты это логистика, возить, кормить. Одно предприятие обанкротилось, а за счет этого предприятия работали еще все другие предприятия. Правильно? Да. А почему они закрылись в период с 2014 по 2020 год? Даже не так. Сколько осталось рабочих предприятий вообще, шахт предприятий? Не знаю, не интересовался этим вопросом. Не интересовались. Сколько вы зарабатывали в Германии в 2013 году? Какая у вас последняя зарплата была? Где-то полторы тысячи евро. Полторы тысячи евро. Это до вычета налогового или после? После. Это типа чистыми? Да. Ну, хорошо. Нету. Нету, правильно. 2014 год. Вы в Германии работаете охранником. Да. Происходят некие события. Что происходит? Начинается война. Хочу уточнить, какие каналы вы смотрели в Германии? Ну, раз вы говорите, вы наблюдали за происходящим, находясь далеко, можно наблюдать только с помощью... Русские. Русские. Да. Russia Today и всякие там... Первый канал. Что вы оттуда слышали? Гражданская война. Гражданская война? Да. Докажите, что это гражданская война. В 2014 году началась. Вы смотрели, я знаю, ролик «8 лет дамбили бомбас». Я включал вам. Да? Да. Ответьте на этот вопрос с учетом не просто Russia Today, а с учетом увиденного в ролике. И, по-моему, вы мне тоже тогда говорили о том, что я узнал много интересного. Нет, это не я говорю. Значит, не вы. Помните, о чем был ролик? Не совсем. Честно. Ну, блин. В ролике было показано, кто такой Стрелков? Ну, я как бы знаю, кто такой Стрелков. Кто это? Работник ГРУ. Да. Что он делал на Донбассе? Курировал. Что он парировал? Весну там какую-то. Оборону. Кто такой Пушильм? Захарченко? Моторова? Моторологи, я от них не в восторге, выразимся так. Это нормальные русские фашисты и все. Или я не правильно говорю? Которые в ролике было показано, как он по своим валит. Это нормально? Я же говорю, я от них не в восторге. Ну, это мягкая форма. Хорошо, не в восторге. С Захарченко немного по-другому. Захарченко как бы с людьми был более гражданским и помогал как бы и гражданским, и военным, и раненым. То есть он на себе сделал, на себе сделал хорошую славу, выразимся так. Я не знаю его темную сторону, но хорошую сторону на себя сделал. Кто начал все, что произошло в 2014 году? Теперь уже трудно сказать. Давайте тогда по-другому. До моего вопроса, или до 2014 года, точнее, как у вас было в голове до момента, когда вы четко понимали, а потом уже стало трудно понимать? Ну, может, я неправильно, некорректно как-то сформулировал вопрос? Ну, или вы поняли, что я имею в виду? Я был уверен, что начала Украина. Украина ввела войска против своих же граждан на территории Донбасса. А Донбасс это была какая-то отдельная история? Что значит, Украина ввела войска? Там они были на территории Донецкой и Уганской области, были вооруженные силы Украины. Как-то что-то с этим не так. Есть Донецкая область, Луганская область, есть Львовская область. Они ввели войска после того, как Донбасс попытался провести референдум и отсоединиться от Украины. О, посмотрите, вы все знаете. Неожиданно так произошло желание с отделением. Кто это инициировал? Я так понимаю, Россия. О, кто провел в Крыму референдум под дулами? Россия. Когда вы начали сомневаться, что что-то пошло не так? Вы же сами сказали, вы думали, что Украина ввела войска. Она не могла никуда их вводить, потому что они там и были. Есть еще такой Славянский город, где начались там захваты милицейских отделений, оружие начали забирать. Некий гражданин Российской Федерации, сотрудник ГРУ Стрелков со своей бандой. Как-то люди жили до этого, и никому это не надо было. А сейчас период сомнений у вас в какой стадии? Про что вы думали? Кто сейчас после полученной информации, после увиденного? То есть, вначале вы думали, что Украина, а сейчас? Выразим все так. Я был всегда в этом уверен. Просто Украина переквалифицировала это в АТО, антитеррористическую операцию. Но сомнения, наверное, появились уже после 18-го года, после того, как я получил тяжелое ранение, начал задумываться о жизни, что мог не выжить. И что вы задумывались? О том, что проводить, выразимся так, военный конфликт на Донбассе выгодно определенным людям для того, чтобы войска не пошли на Крым, чтобы они оставались на Донбассе? Назовем этих людей. Зачем? Ну, мало ли, может, вы там имеете в виду Байдена? Или Макрона? Или Бориса? У этих людей есть имена? Я думаю, вы их знаете. За вас сказать, что Путину это было выгодно и интересно? Это было выгодно России. Вы же понимаете, что если бы не было входа российской армии в 14-м году на Донбасс, то шахтеры бы не нашли себе кучу танчиков, врагов, оружия, амуниции, физически на Донбассе столько не было, чтобы 8 лет. Честно, я войск не видел, российских войск я не видел на Донбассе. Войск нет, техника, вооружение, боеприпасы, БК. Тоже был уверен, что это со складов, с НЗ, складов и как бы... В том ролике показывали, как колонны идут с Рашки, с техникой, с боеприпасами, такие же, как в феврале этого года заходили при полномасштабном вторжении. В этом ролике все это было. В этом ролике показывались, на какой технике проводился парад в Донецке. Сминайте, что этой техники кроме как Рашки нету, потому что там были последние образцы вооружения. Я же специально тогда включал его. Что физически этих оружий, техники, машин не могло быть на территории Украины, потому что они производились только в Рашке. Да, расисты в ее пригоняли и уезжали за следующее. Пригоняли и уезжали. Это все оставалось. Тайфуны там, по-моему, были всякие, которых никогда не было на вооружении Украины. Люди не нужны были. Людей вот вас набрали. Мобилизовали контрактников. Шахты банкротятся. Куда ведут все? Служи. Знаете, сколько уже у нас интервью взято с контрактниками ДНР и ВНР. В армию уже тут нет хорошей жизни. Но уже там деньги платят стабильно. Правильно? Да. Созданы были условия, при котором не нужно даже людей объявлять. То есть предприятие закрылось, без работы осталось 2000 мужчин. Да, таких я видел. Которые... Очень много. Очень много. Можно ли утверждать, что это тоже было условно искусственно сделано? Не знаю, честно. Ну, потому что когда есть неудобные ответы, то можно не называть фамилии, а сказать страна. Когда неудобный ответ, то что там заводы шахту распилили и на драгметаллы там все вывезли, и на черменет. А люди остались без работы. Вы же ехали защищать что? Чтобы люди остались с работы? Да. А получилось? Что люди остались с приходом рашки без работы. Расчеты в какой валюте были? Рашки рубли. Ой, а как это так получается? Проводился же референдум от соединений. Листик формата А4, на котором написано, вы помните, что было написано в референдуме? Вы принимали участие? Нет. Еще не было в том времени. Я приехал в 15-м году, 25-го августа. 25-го августа. Давайте пока не будем забегать, но будет интересно. Потому что жили вы жили, там новая республика растет, да? Война. Что вас побудило? Бросить полторы тысячи евро зарплату и поехать? Вы как-то начали выдыхать? Как я говорил, я думал о том, что если моя страна уже идет в Евросоюз, то хотя бы не полностью. Все. Это первое. Второе. Да, я думал о сепаратизме. Об отделении части страны от Украины. Вот это я вот только что хотел сказать, что оно не вяжется в глобальную вашу концепцию начала разговора. Вы защищали Украину, чтобы она не пошла в Евросоюз. При этом вы сами говорите, что Германия живет лучше, чем Украина. То есть человек, который говорит, я не хочу, чтобы моя страна попала в Евросоюз, пусть живет так же хуже. Как-то с патриотизмом это не сильно. Я не вижу Евросоюза будущего. Или, выразимся так, не видел на то время будущего. А в чем будущее могло сложиться плохо для Евросоюза? Знаете, есть такое выражение, что крысы первые бегут с корабля. Первые покинули кто Евросоюз, это были британцы. Да, брексит. Я думаю, они не единственные. Будут еще. А сейчас уже говорят, что опять будет вход назад в Евросоюз. Ну, если вы так уже отслеживали эту всю политику, то расскажите о причине брекиста. Что там было? Есть такое выражение, кто покинул последний, или не выражение, выразимся так, кто покинет последний Евросоюз, чтобы будет оплатить его долги. Это где написано? Это не написано, это просто в интернете где-то нашел. Кто покинет последний Евросоюз? На русском сайте. Да, на русском сайте. Ну, а кто это выложил? Не знаю. Смотрите, у нас получается беседа, вы опираетесь на знания, которые вам вливала Рашка, а вливала она то, что Евросоюзу хана, ну, вы смотрели РТ, там всякие вот это вот, помойки информационные, сливные бочки, там, Скебеевы, которые вещали, там, Киев за три дня, вся вот эта вот тема. Вам вливали, что Евросоюзу хана, что надо быть с Великой Рашкой, потому что у нас газ и нефть. Ну, это политика, вектор информационный такой. Мы сверхдержава, ядерная страна, вторая армия мира, а все остальные без нас сдохнут. Правильно? Правильно. Есть еще одна причина, проблемы Европы, беженцы с Ближнего Востока. Ну, вы же понимаете, что это искусственная причина. Причина может быть искусственная, но беженцы и есть. Да, есть. И это не проблема ни одна из маленьких, это очень большая проблема. Она существует всю историю, беженцы и завтки. Ну, не до такой степени, поймите, я там же прожил 17 лет. Вы хотите поговорить со мной про беженцев? Почему бы и нет. Давайте. Сколько Беларусь поставила беженцев, сирийцев в Латвию, Польшу? Не знаю. А почему вы не знаете? Ну, так хорошо разбираетесь в этой истории. Я в это время был в окопах, я не мог отслеживать это все. Я знаю, была такая проблема, но именно... А кто, откуда брались беженцы, сирийцы в Беларуси? Давайте мы так подумаем. Прилетали на самолетах. Прикиньте. Географию же понимаете. Конечно. Где-то Сирия, где-то Беларуси. Летят они на военных Ту-154 или каких-то там российских самолетах на военные аэродромы в Беларусь. Там их военные белорусские берут и отправляют в Европу. Для чего? Организовывают им коридоры, кормят палаточные вот эти городки на границе. Для чего? Чтобы создать картинку для таких, как вы. Но это же не единственная страна, которая запускает беженцев. Есть еще Турция. С Турцией они не идут. Вы опять сейчас говорите неправду. Турецких беженцев в Европе нет. И не турецких беженцев, именно сирийских через Турцию. Нет. Зачем? Не туда. Нет. Есть другие страны, через которые попадают в Европу. Марокко. Да. Но это контролируемый процесс. Их попадает столько же, а потом их назад депортируют. Это бесконечный процесс. Там замкнутый круг, именно через Испанию. Вот видите, вы начинаете говорить. Ну там с Турцией нет. Это было еще при том, что я там жил. Кому выгоден миграционный кризис и кто его подливает? Кто доливает масло в огонь миграционное? Ну это же там не только сирийцы. Да я понимаю, что вы сейчас за сирийцев выходили. Да я говорю про всех беженцев. Кому выгоден в первую очередь миграционная проблема? Проблема с беженцами в Евросоюзе. Кто самый главный бенефицар? Вы хотите намекнуть на Россию? Я даже это не намекаю, я это утверждаю. Она спонсор всего этого потока. Львиная доля всех беженцев попадает по каналам, которые организовывает Рашка. И Белоруссия это самый вопиющий и яркий пример. Когда они тупо своими военными бортами привозили в день до тысячи человек, которые штурмовали границу. Большая часть беженцев из тех стран, в которых побывало НАТО. Например? Афган, Ирак. Ирак? Да. Афган? Да. Что было в Афгане? Давайте тогда чуть-чуть по-другому. Почему из Сирии очень много беженцев? Что в Сирии произошло? Например, Алеппо, город. Война. Кто с кем воевал? Так, чтобы я вспомнил. Кто город стер с лица земли? Россия помогала сирийскому народу. Россия стирала с лица земли города сирийские. Тупо ковровыми бесконечными бомбежками. Майор Красноярцев у нас был на канале, он сам рассказал, сколько раз он летал. И сколько там сотен фугасных бомб сбросил. На мирный город, Алеппо. Он тупо уничтожал, Сирия тупо уничтожалась. Был дерибан нефтеперерабатывающего рынка. Это одна из причин. Естественно, людям, которым развалили дом, негде жить. И они что? Вынуждены куда-то идти. Точно так же происходит и у нас. Люди, которым вот был Бахмут город. Что с ним? Стирают с лица земли. Сейчас там осталось жить менее 10 тысяч человек. По-моему, последняя. Тысяча человек, из них 200 детей. Где все эти люди? Выехали, переехали. Правильно? Правильно. Кто уничтожает город? Взаимно происходит это все. Взаимно? И с одной, и с другой стороны. Бахмут находится на территории какой страны? На территории Украины. Какого хрена Рашка уничтожает наш город? Что значит взаимно? Почему у нас такой разговор получается, когда неудобно говорить или вы не хотите говорить? Нет. Стреляют с обоих сторон. Не одна же сторона. Ну, конечно, если бы наши украинские бойцы не стреляли бы, то Бахмут бы уже заняли мародеры и насильники вагнеровцы. Потому что они там движуют. Конечно, наши вынуждены, наши в городе, наши отбивают атаки. Что значит взаимно? Рашка штурмует город. Но взять они его не могут, поэтому они просто монотонно снарядами расстреливают. Что значит взаимно? Наши находятся в городе, они не могут стрелять сами по себе. Давайте тут, смотрите, есть город. В нем украинские войска, как и украинские граждане. Здесь Рашка пробует его взять уже шестой месяц. Наши находятся в городе. Наши взаимно будут стреляя сами в себя? Это так происходит? Или Рашка обстреливает город в надежде на то, чтобы из него все вышли? Как Мариуполь взяли? Бесконечным обстрелом города. Или опять какую-то вам рассказываю, уже же даже телевизор у вас есть. Когда вы начнете давать какую-то оценку происходящую, а не искать какой-то вариант взаимно тут? Они же там убивают друг друга взаимно? Ну да, взаимно, только за что-то до этого они не убивали друг друга, до вторжения. Расскажите про 2015 год. Ехали вы, ну вы по сути в открытую признались, что вы сепаратист. Ехали помогать, воевать. Какие у вас причины были? Как говорил, я не хотел, чтобы часть Украины попала в Евросоюз. Как вы попали? Куда вы приехали? В Донецк? Я купил билет на Ростов через Москву. Вы кому-то сообщили туда? Просто собрали сумки? Да. И сел самолет в Франкфурт-на-Майне. В Москве пересадка Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону такси. И доехал до границы. Сколько денег с собой взяли? Около 500 евро. Чего так мало? Подумал, так форму дадут, оружие дадут. Кушать будут давать. Зачем мне деньги? Остальное отожмут за работу? Ну, приехали вы в Донецк. Что дальше? Приехал в Донецк, подписал контракт по распределению, попал в морскую пехоту города Новоазовска. Их не смущало, что у вас немецкий паспорт? Нет. Тупо пофиг. Ну, как это происходило? Вы приходите, говорите, я гражданин Германии, хочу служить за ДНР. На него все хорошо, да? Да. Подпишите, распишитесь вперед. Да, а сколько у вас зарплата было? Ну, я удивился, когда узнал, что там даже зарплату платят. Я думал, просто... Вспоминаем схему с шахтами, что надо набирать мясо. Честно, я не знал, что зарплату платят. Изначально было 15 тысяч рублей. Угу. Хорошо. Потом, наверное, месяца три позже объявили, что буду доплачивать боевые. Угу. Сколько стали доплачивать? 2% от зарплаты. То есть, где-то... Чем вы занимались? В казарме жили? Ну, я попал изначально в артиллерию. Ага. Так как был 15-й год перемирия, нас построили, объявили, что за убитого украинца будет 8 лет. Мы просмеялись, просили оружие, можно сдавать и расходиться по домам. Нам сказали, утрировать не надо. Если увидите, когда на вас наступают, там, т.д. и т.п., при самообороне можно стрелять уже. Потом я перевелся в пехоту. Сколько вы в артиллерии прослужили? 10 месяцев. Сколько раз вы стреляли? Не разу, я был радиотелефонист. Механик. Ну, сколько ваше подразделение стреляло? Это было в Ун-Авзот управления начальника артиллерии. То есть, мы, они вообще не стреляли. Ну, вы были где-то на передке? Я больше, пока я там был, большую часть времени я проводил на полигоне. Механик-радиотелефонист. Я все время находился в ГАЗ-66, Шишика. Было скучно, неинтересно? Хотелось все-таки побегать, да? Пошли в пехоту. Что пехота? Перевелся в пехоту. Ну, я правильно сказал мотив перехода в пехоту? Не совсем. Просто, скажем так, тем, которым было скучно, неинтересно, они начали расходиться. Это старый коллектив. Они все разошлись. И вырезали все так. Я не захотел остаться основным коллективом и ушел в пехоту. Хорошо. Как пехота? Где вы были? В пехоте мы были всего октябрь. Несли дежурство в окопах, на передовой. Опять же, у меня первый месяц, первый или второй месяц был приступ апилепсии на позиции. Мне сказали, что я больше в окопы не пойду. И поставили на блокпост. Я забыл на блокпосту. Это направление Гнутова. У вас не было таблеток ваших? Были таблетки просто. Я их забыл взять с собой и не принимал пару дней. Сколько вы в пехоте прослужили? До сих пор. Ну, до сих пор. Сейчас вы в плену? С июля 16-го года. Были какие-то столкновения, стрельба, майонавр? До 24-го числа? Возле Коминтерного. Что там было? Коминтерного. Мы стояли слишком близко друг с другом с украинскими войсками. Ну, как бы, перестреливались между собой. Ну, типа, автоматами, очередной? Ну, 200-е были или нет? Да, были. Были и 200-е. Когда вы уезжали, что говорила ваша мать? Она не знала, что я еду сюда. Я ей сказал, что я еду в отпуск на море. Вы обманули, получается? Что? Обманули мать? Да. А когда она узнала, что вы... Через две недели после подписания контракта. Что она сказала? Я ей позвонил. Она сказала, что приехала домой. Я проигнорировал и остался воевать. Вы с ней созванивались, разговаривали? Да. Что она говорила? Она смирилась с этим. Просто говорит, молюсь о том, чтобы ты выжил. 24-е февраля. 24-е февраля меня отправили в тыл одевать резервистов, выдавать противогазы. До 1-го марта я был на ППЛС. Это то место, где одевают резервистов, но в прибывших. Потом? Отправили в Мариуполь. Стоп, секунду. У вас было ранение в 2018 году. Вы, по-моему, так говорили, да? Да. С чем было связано ранение? В двух метрах от меня взорвалась 120-я мина. Меня вообще тогда сняли с передка после этого. То есть я около года провел по больницам. И с того момента я находился на связи. Просто сидел на тапике. Поэтому, когда начались вот эти все события, меня опять же не взяли с собой, выразимся так, а отправили в тыл. После 1-го марта что было? 1-го марта я попал был. Это Мариуполь как раз еще не взяли, по-моему? Нет. Там были бесконечные... Ну так вы свидетель того, как расстреливали в город? Да. С какой-то... С какой-то... По географии части города? Левый берег. Там где метро? Не знаю. Не видел. Танчики стояли там и вылили бесконечно по городу. Не видел. Ну, значит, мы там не видели. Да. Долго вы так ездили в эту Иву и назад? Пару недель. Как город? Сталинград. Грозный. В русский мир пришел? Пришел. Что, принес? Можно не отвечать? Нет. Я хочу узнать, что принес в русский мир. Если хотите. Безусловно, можно не отвечать. Но очень интересно. Мнение человека, который, по сути, сепаратист и нес этот русский мир. Слез много видели? Да. Хорошо было в глаза смотреть детям? Матерям, которые на руках этих детей выносили? Как вам сказать? Или как вам ответить? Как есть. Как есть? Да. Они к нам выходили и спрашивали, почему наши войска расстреливают? Наши какие? Украинцы. А я знаю другие истории. Знаете, если я попаду туда-обратно, я найду... Я опять с вами не соглашусь. Помним, да? Только что приводили пример с Бахмутом. я думаю, я думаю, вы туда не попадете. Я думаю, вы не попадете туда. Почему? А как вы себе это представляете? Обмен. Или? Или вы сделаете так, что я на обмен не попаду? Да я тут при чем? Не я принимаю решение по обмену. А хотите другую историю? В какую сторону вывозили вы всех? На восток. А знаете, почему на восток? А куда бы их вывезти? Потому что на запад и на север выехать было невозможно. Стояли ваши и всех расстреливали, кто пробовал выехать на подконтрольную территорию Украины. И оставили один только гуманитарный коридор. И стреляли тогда по мирным, это уже есть расследований. Ваши войска. Расскажите про драмтеатр. Я не знаю, что это. Драмтеатр, в котором были дети. Самолётики же летали ваши, бомбили там город бесконечно. А ну, чьи самолётики летали? Русские. Русские. А в городе были люди? Были. А как это так, русские самолётики летают и бомбят мирных? Что-то концепция опять у вас не работает. Я был уверен, что они кидают бомбы на нас в сталь. Вот в этом вся и фишка вашего вот этого тупизма. потому что вам сказали, мы там убили кого-то там. Майор красноярцев, я сам из города Чернигова, сбросил бомбу в дом, в котором я рос. Девятиэтажный панельный дом. Я в нём рос, родился, ну родился где-то не в дом. В мирный дом, где люди сидели в подвалах, вы почему-то были уверены, что они по Азовстале, а на Азовстале не было мирных? Сколько туда убежало прятаться мирных? Тысяч человек. Не знаете? Ну что же вы так сразу я думал, что стреляли по Азовстале, а что там? Там было полгорода сидело. Знаете, где сейчас все эти люди? В плену. Женщин в плен можно брать гражданских? Если я вам скажу, что я в этом не участвовал. Да мне какая разница, участвовали вы или нет. Вы ответьте на вопрос, что несет русский мир, потому что у нас была такая эпичная пауза секунд на 40. Что русский мир принес такого? А если бы может вы его не несли, то и не было бы этих людей, которые в слезах выходили. Назовите мне хоть одну причину, которую вообще хоть одно что-то хорошее из вашего русского мира. Что нибудь? Не назову. Почему? Наверное, такого нету. А расскажите мне, что было в Чечне и город Грозный. Раз вы так вспомнили за него? Я реально хочу услышать правду, потому что у нас интервью получается какое-то, что я типа кричу, а вы как загнанный куда-то человек. Вы откровенный сепаратист, вы готовы, вы приехали защищать русский мир, поддерживали русскую весну, я потом скажу свое мнение на тему Германии. За какие идеи вы? Просто она в концепции того, что ваша формула для объяснения себе в голове. Я не хотел, чтобы часть Украины пошла в Европу? Так давайте мы подумаем, что хорошего вся рашистская тема принесла. Я думал, все закончится, как в Крыму. Вы ехали в 15-м году, но все так не закончилось быстро. Началось в 14-м году, а вы ехали в 15-м. Была надежда, что пройдет все-таки в Грузии, как в Крыму. Три дня и все закончилось. Да оно уже не прошло. Опять вы пробуете. Была надежда, что будет вторая попытка. Еще раз в 14-м. Какая вторая попытка? Уже война. Теперь уже да. Крым когда отжали? В 14-м году. Донбасс не получилось отжать. Вы поехали в 15-м уже. Вы четко знали, что вы едете получить автомат и воевать. И формула за три дня уже не применялась. Согласны? Это какая-то такая безумная отмазка. Ну и что хорошего? Донецк хорошо жил с 14-го по 22-го года? Нет. Нет? А почему? Русский же мир пришел. Банкротство вашего предприятия в Германии чем закончилось? В плане? Ну вы сказали вы стали банкротом в 13-м году. Да. Обязательства остались перед страной? Перед кредиторами? Нет. Я ищу причину по которой вы покинули Германию я ее найду. Да. Я ее найду. А вы скажете правда или нет? Ну в ходе беседы. Возможно я ее найду. Покурить? Или вы думали у нас будет беседа про цветочки? Желый разговор? Да. Не ожидали? Нет. Почему? У меня вообще уже другой вопрос возникает. Возможно ли сказать чтобы это видео в интернет не выкладывалось? Почему нельзя в интернет выкладывать? Я просто вижу как изменилась риторика как участилось дыхание как тяжело говорить поэтому как тяжело говорить как тяжело отвечать на вопросы А почему нельзя выкладывать? Еще раз Почему это видео нельзя выкладывать? Не то что нельзя просто а уже стыдно Кому? Мне За что? Извините что говорю просто тоже У нас беседа мы можем спорить хоть сколько угодно времени стыдно за что? Давайте только выдыхать не в сторону телефона Вы ничего такого не сказали чтобы было не стыдно по сути можно тут написать монолог Дмитрия который говорит не но если мы будем молчать то будем тогда заканчивать потому записывать молчание такая история люди хотят получать информацию а не просто молчание За что вам стыдно в этом разговоре? За то что пошел воевать Почему вы не можете вернуться в Германию? Боюсь что могу быть там осужденной и лишусь свободы Раз еще Больше ничего не боюсь Да у вас ситуация по которой вы как наемник будете осужден Вот мне 40 лет если мне там дадут от 5 Да правильно Мне хотелось бы потратить часть жизни в тюрьме Ну вам дадут лет 8 Вот именно Уже это знает Здесь так же Здесь больше на Украине В Украине дадут больше Намного Намного В Рашке что будет? Опять в второй и двухсотый Что? В России я буду списан по ВВК Что вы будете делать в чудо стране? Не знаю но не сидите Стыдно вам не потому что вы пошли воевать Я на самом деле у меня есть другая версия если хотите озвучить Какая но почему так произошло что вы оказались здесь что-то произошло в Германии что вынудило его покинуть никакие это были не патриотические истории типа отделение Украины кусочка в Европу это все чушь и бред думаю зарплата была не полторы тысячи евро меньше денег тупо не хватало возможно были долги и поэтому один из способов убежать от старой невдачной жизни высшего образования не было по сути работа могла быть кладовщик охранник но кладовщиком поняли и поэтому была попытка убежать от того что есть плюс скорее всего с мамой приходилось жить хотелось как-то отдельно вы вместе жили с мамой да типа вот эти все факторы короче они складываются на кучу и была попытка убежать в новую недо страну и возможно там зацепиться стать каким-то там что-то отжать пододжать потому что как раз были вот эти дерибаны переформатирование но что-то пошло не так потому что человек который бросает все едет с 500 евро без формата я не вернусь ну если всего ехать с 500 евро на всю жизнь значит денег больше просто не было правильно человек который едет куда-то у него должны быть деньги расчет на то что там все дадут автомат и крутись как хочешь он такой себе есть доля правды в моих словах нет это моя теория моя версия показывают практика очень часто она совпадает потом с правой как вы попали в плен штурм но там там были бесконечные бои стрельня город равнялся равнялся квартал за кварталом грозный два сталинград да что под запорожье было запорожьем ничего такого не происходило мы попали нас привезли куда-то там просто артиллерия над нами работала крест накрест непонятно даже кто по ком стрелял там мы провели немного времени и нас забрали обратно в Донецкую область что в Донецкой области в Донецкой области нас привезли под Ясиноватую был штурм села Каменка там я получил ранение 13 июля до 10 октября я был на больничном 10 октября я вышел встал в строй и в этот же день попал в плен как вас взяли в плен я был в группе эвакуации первая группа штурмовиков пошли на штурм села Красногоровка там были 3,03 я оставил оружие и броню пополз с медициной бинтами оказывать первую помощь и пытаться вытащить трехсотых я к ним не дополз меня взяли в плен кто вас взял в плен два украинских военных ну это батальон или сбройной силы я не знаю военные военные что вы дрожите вам холодно здесь не холодно я одет легче чем нет не холодно а из-за чего дрожите не знаю атмосфера не та наверное думали будет по-другому да а как вы думали будет зададите пару вопросов до пора ответов на то что закончится ну вы знаете что это не так будет ну вы знаете что мы если общаемся с кем-то то это может быть и час и полтора и 10 минут может быть выкладывать это не надо почему если вы ответите на вопрос почему я не буду выкладывать если это опять сейчас не будет минутное молчание мне стыдно ну стыдно это такая себе это лично вам стыдно мне не стыдно я считаю нормально проходит интервью даже не интервью а беседа стыдно за что за то что вы убийца за это одна история может даже страх страх за что за то что мои товарищи знакомые кто увидит это видео будут относиться ко мне по-другому или выразимся так изменится отношение ко мне а какое у них сейчас отношение к вам и в какую сторону изменится будут приграть вы говорите о товарищах и друзьях сослуживцах других у меня нет ну в Германии у вас не было друзья я так понимаю я не за Германию я за местных нет давайте вначале за Германию за Германию там есть друзья им без разницы будет ну да чем вы что вы не такого что вы такого сказали что не понравится вашим сослуживцам ну к примеру то что Россия интересен был конфликт на Донбассе для того чтобы войска ВСУ не пошли на Крым ну и что здесь это все понимают как бы все понимают какой в этом секрет есть или типа то что вы озвучили правду да прикиньте как бы это вообще правда известна всем но ее не хотят слышать кто расшисты ну они и так хвойные 95% из остальных 5% 3 успела сейчас убежать куда-то и 2 еще ходят что-то там делают ну то что армия мародеров это известно то что вы убийцы насильники это всем известно это все доказано то что вы стираете города с лица земли это известно слышно как бомбят прикольно прикольно от своей ракеты умереть не прикольно а что же они бомбят мирные города вы находитесь восьмистах километров от линии фронта стыдно за то что вы были участником армии убийцы ну такое все стыдно о чем надо было какие вопросы я вам должен был задать если вы думали что это будет по-другому как вы думаете про что мы должны были где воевал сколько воевал ну вы ответили на эти вопросы воевали с 15 года в оккупационных вы оккупанты я думаю на этих вопросах все закончится на каких расскажите мне пожалуйста с каких это пор Мариуполь где вы начали свою боевую карьеру 24 числа в интересах рашки типа все ехали защищать Ордло ДНР и ВНР Мариуполь Херсон это ДНР и ВНР отвечу нет ну потому что вы молчите Чернигов Харьков Киев это ДНР и ВНР нет ну поэтому вы оккупант эпичность ситуации в том что когда началась вторая мировая война 1 сентября 1939 года а когда началась Великая Отечественная война 22 июня 1941 года какая будет их тема разница В чем разница В чем разница В том что Советский Союз на тот момент как бы не участвовал в том конфликте в европейском в 1939 году во второй мировой войне не участвовал частично участвовал А как это частично Финляндии Финская война А в Польше что было? Раздел Польши Между кем и кем? Чехия Германия Советский Союз Германия и Советский Союз были кто? Союзники Фашистская Германия была союзником Советского Союза Правильно? Ну это правильно Ну то есть я как бы просто подвожу черту там каждый раз Как же вы говорите что не участвовал? Участвовала полноценно была союзником фашистской Германии И точно так же солдаты топтали парады Да? Да А что произошло в 1941 году? Началась Великая Отечественная А почему она так стала называться? Было нападение на Отечество Какое Отечество? Советский Союз А кто напал? Немцы То есть вначале были союзники Советы гнали бесконечно составы и пули корабли с нефтью и железом Вы знаете же это, да? В Германию Ну знаете прекрасно Была спонсором войны и полноценным союзником А потом когда поняли что-то пошло не так нужно было как-то обозначить эту тему по-другому Ну в вашем случае вы хотя бы это знаете и понимаете потому что все расисты про Вторую мировую войну не знают ничего Вы это знаете Почему вы не получили высшее образование в Германии имея немецкий паспорт Из-за незнания немецкого языка Почему вы не выучили? Вы находились в среде язык можно выучить достаточно быстро Я приехал туда в 97-м году в сентябре попал на интенсив курс это изучение немецкого языка Да И после этого решил не идти учиться потому что на обучение платят очень мало денег а пошел сразу работать Ну не желание выучиться возможно дало такой ответ Звонить будем? Да Я буду тоже задавать вопрос беседовать с вашей мамой Что она скажет? Что? Как вы думаете что она скажет? Будет плакать Она поддерживает связь с кем-то из Украины? Не знаю Ну вы когда там с ней жили? Друзья-то знакомые остались по-любому Друзья знакомые не знаю Родственники вроде бы да Родственники Как вы думаете сейчас родственников в Днепр куда каждый день прилетает? Может теперь уже и нет После всех этих событий с февраля Наберите надо Не говорите вслух Плюс я поставил Это чтобы я потом не вырезал Чтобы ваш номер не попал Неправильный номер Давайте еще раз Ну там определяет что Германия Технически Да Не хватает цифр Визуально Ну я просто разбираюсь Разрешите еще раз посмотреть То есть если бы все цифры были была бы скобочка и было бы видно По идее между девяткой и шоссеркой ноль Но вон там Давайте попробуем Дальше Вот он определяет Германию Тоже неправильно Попробуем найти номер Я попробую найти А в соцсетях она есть каких-нибудь? Нигде? Одноклассники Там она есть? Мама да Ну я там я буду брать ноутбук и там я попробую у меня найти Мне там надо зареинседироваться будет Позор Мне Ну пробуем набрать что-то Ну вы же видите ошибка технически Это не то что я не хочу Чем все закончится для вас? Я знаю Ну вы себе что придумали? Давайте Если меня обменяют вернусь туда куда заводиться семьей Куда туда? На Донбасс Вам автоматом выдадут автомат? Не возьму я его в руки больше Выбора нет? Есть У меня есть Какой? У меня здоровье не позволяет Вы видели кто с вами сидит? Это на тему здоровья Видели? Ну да или нет? Сергея помните? Да Вы по сравнению с ним элитный ВДВ Согласно? Или нет? Есть что-то? Может ко мне какие-то вопросы есть? Вопрос могу повторить Возможно ли не выкладывать это видео в интернете? Я не знаю Я подумаю но я не вижу ни одной причины я не вижу Ваша причина мне стыдна для меня это вообще не причина Назовете другую причину? Например мне угрожает смертельная опасность если она попадет в публичный доступ Но это неправда Не совсем смертельная Я не знаю после этого видела как со мной будут общаться МГБ Что такое МГБ? Министер слабо безопасности Как они с вами будут общаться? Вот это мне самому интересно проверим Проверим свяжетесь с нами свободная страна вы за нее шли воевать вам памятник надо поставить А что вы такого сказали для МГБ вы какую-то военную тайну рассказали у вас есть военная тайна вам дали нет по традиции у нас пленные обращаются я не знаю к кому можете обратиться к гражданам Германии гражданам Украины или гражданам недоформирования что-нибудь сказать надо это война не надо это война у вас такая штанговая ситуация потому что война не нужна никакая как должно быть теперь уже не знаю смотрите вас поменяли вы приехали в Донецк мы освободили Донецк через месяц что с вами надо делать Сибородии это я так думаю я не знаю ну или как с дырявым паспортом вас в рашку не пустят вы знаете да с немецким паспортом где паспорт немецкий просроченный то есть тупая бумажка надо ехать в посольство в Москву да а там будут проблемы ну что будет вопрос а где вы были почему вы не стали на консульский учет да консульство здесь уже было у меня они уже знают где я был что они вам сказали сказали еще раз придут и больше не пришли интересовались где я был чем занимался интересно было на немецком разговоре да на немецком языке скажите что-нибудь чтобы я ничего не понял всем было интересно я немецкий не знаю но передайте поздравьте украинцев с новым годом на немецком языке будьте добры ну это реально честное просьба я надеюсь он не сказал какую-то военную тайну я поздравил с новым годом и рождество но будем верить короче подписчики кто если это интервью выйдет кто понимает язык немецкий напишите что сказать вдруг там военную тайну кто-то сказал я ничего не понял сколько раз вы секретное слово какое-то использовали как секретное слово в интервью азбукой морзе глазом наморгали какую-то телеграмму красиво ну вы что реально думали будем сидеть о чем-то таком другом можно еще на а что стыдного в этой всей штуке что что стыдного в интервью ничего такого я не слышал за что может быть стыдно или неудобно поверь были такие интервью где реально было прикольно что я захотел в интервью говорить то что когда-то осознал свою ошибку но заднюю уже включить нельзя было нельзя было вернуться обратно и нельзя было ехать на территорию Украины это когда произошло произошло где-то в 18-м году ну такое это говорили ошибка что пошли воевать так так и что и что тут такого нет пути назад нет пути назад нет пути назад для кого в том случае для меня я же говорю нельзя было ни в Германию ни на Украину больше а что с Германией реально свалил еще раз что с Германией реально свалил я не верю что поехал защищать народ Донбасс ну это бред это чушь мне не нравилось мне не нравилось жить в Германии это правдивый ответ а что не нравилось все туда хотят а ты не хочешь ну я там прожил 17 лет мне как бы ну не мое друзей не было сколько реальная зарплата была тысячи пус полтора евро нормальная зарплата ну в принципе нормальная зарплата если это не то то бывало работал на трех работах к примеру день работаешь охранником вечером идешь подрабатываешь в каком-то месте в другом и на выходных охранником в другом месте а сколько средняя зарплата считается нормальная в Германии ну тогда все получали сколько где-то так и есть 1200-1500 но только все работают с девяти до шести на одной работе а тебе чтобы получать полторы надо было херячить на несколько да? я бы сказал по-другому на второй работе приходилось работать нелегально чтобы не платить налог ну то есть по сути мой ответ что причина другая я угадал так что реально херово живется в Германии нет я там был не единоват без образования не нравится мне эта страна не нравится а кем мать работает она уже на пенсию сколько у нее пенсии даже не знаю а ей дали немецкую пенсию ей утвердили советский стаж она была мастер-кондитет ага ну евро восемьсот получала не знаю честно короче я зарегаюсь в одноклассниках попробуем ее там найти ну это ну и все давайте я напишу ну я позову тебя будем искать там же на Вале кучу фотографий ну такая у тебя сказку придумал не хотел чтобы Украина пошла в Европу детский сад реально строился так меня меня как это по украинскому звучит с покуса была на на Россию ну ты хотел типа начать с нового листа приехать и что-то поднамутить и тут быть цельком корольком вот это просто ты не первый ну по честному да не ну так это не может так я же правильно сформулировал ты искал новую жизнь потому что тебе надоело жить с мамой 32 32 года перспектив ну выучиться ты не захотел перспектив глобальных нету пожизненно надо было херячить на двух-трех работах попробовал поиграть в бизнес бизнес пролетел по непонятным причинам а наверное по причинам того что кинули скорее всего юридически тебя что там нет с налогами немного ну да потому что ты не знаешь местного местного законодательства сэкономил или на юристе или на бухгалтере долги были какие-то нет ну типа забанкротился и все как сказать первый год пошел нормально второй год уже начались долги по налогам ну правильно ну так так вот я по сути рассказал то что увидел из твоих слов ну к сожалению или к радости опыт общения с вами позволяет очень быстро находить точку отсчета где что-то пошло не так вот как-то сейчас так вот 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 и вот это а вы что вы Продолжение следует...